На Ринмарское автотранспортное предприятие не стоит на месте. В уходящем году здесь обновили автопарк, построили новые помещения, среди которых гараж, пункт предрейсового технического осмотра и здание будущей мойки. Об итогах года в старейшем муниципальном предприятии города смотрите в нашем следующем сюжете. Слово Александре Литковой. Предрейсовый медицинский осмотр и технический для автобуса. С этого начинается рабочий день водителя общественного транспорта. Проверяем автобус, затяжку гаек колесных, чтобы не было нигде утечек, масла везде. Заезжаем на яму, травим воздух, конденсат. Ну все, остальное механик смотрит, ходит. В этом году проводить техосмотр стало намного проще. На Ринмарское автотранспортное предприятие построило новое помещение пункта предрейсового технического осмотра, перестроило смотровую яму. Раньше тоже яма была, только старая была яма. Но сейчас лучше стало, освещение яме есть. Раньше фонариком ходили постоянно. Удобнее, конечно, стало. Яма подлиннее стала. Не надо перегонять автобус. Я смотрю двигателя, например, если спереди заходим. Кроме того, построены еще два новых сооружения. Гараж площадью 600 квадратных метров и здание будущей мойки, которую планируется открыть в начале следующего года. Один из боксов был спроектирован и построен для того, чтобы предприятие могло оказывать услуги населению по предоставлению теплых мест для автомобилей. Второй – для дорожной техники. Новые теплые боксы, которые были построены, они были построены в 2008 году. После этого у нас такого строительства серьезного не велось. В этом году мы построили большой стояночный бокс. Это нас к этому сподвигло то, что мы в этом году получили дорожную технику, которую нам некуда было разместить. Поэтому мы приняли решение, что мы построили большой стояночный бокс. Одна секция этого бокса именно у нас отдана под дорожную технику. Она у нас там сейчас законсервирована, стоит, ждет сезона. Всего АТП получило 14 единиц дорожно-строительной техники, которая в этом году уже помогла качественно уложить дорожное покрытие на дорогах по улице Полярной и Ленина. Что касается обновления парка автобусов, то этот год не стал исключением. Удалось закупить два низкопольных автобуса большого класса с дополнительной системой отопления. Столько же планируется приобрести в следующем году. А это ремонтно-механическая мастерская. Работа здесь кипит постоянно. Сам цех в этом году также был отремонтирован. Ремонтно-механические мастерские мы модернизируем уже в течение трех лет. То есть потихонечку. То есть там комплексно все не сделать. Поэтому мы там по цехам планово делаем. То есть в этом году мы сделали два цеха, отремонтировали. Отремонтировали въездные ворота. Вот капитально переделали. На следующий год планируем ремонт кровли там делать. Подводя итоги года, Виктор Калюжный добавил, в этом году муниципальными и межмуниципальными маршрутами АТП воспользовались более двух миллионов пассажиров, что является неплохим результатом. Приоритетным направлением для предприятия является безопасность пассажиров и сотрудников. Семь автобусов из здания диспетчерской в морском порту оснащены современными комплексами видеонаблюдения. Каждый кондуктор носит при себе индивидуальный регистратор. Эти меры позволили значительно сократить количество конфликтных ситуаций в транспорте. Именно вот этот шаг позволил нам снизить количество инцидентов с пассажирами просто в разы. Практически сейчас уже такие инциденты это редкость. Хотя до этого было часто. То есть каждый кондуктор в начале смены берет видеорегистратор, крепит силу на жилет и в течение смены он с ним работает. Все, что он делает, все его разговоры с пассажирами, все записывается. Поэтому и кондуктор сам понимает, что все его действия записываются. И пассажир понимает, что все его слова в том числе записываются. Предприятие провело традиционный конкурс профессионального мастерства среди водителей, слесарей и кондукторов. А также стали дипломантами российского конкурса «Город, где хочется жить». Александра Литкова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!